в ключе а вообще чтобы не уснуть, потому что после обеда понятно, что тянет сон, поэтому коллеги, давайте небольшое разминочное упражнение, прежде чем мы вообще приступим к чему-то, я попрошу вас сложить руки, как вы видите, вот так, перекрестить пальцы, и посмотрите, пожалуйста, у кого, какой палец верхний, а вы и так сделайте, чтобы не вот так, а вот так комфортно было, посмотрите, если у вас правит левый палец вверху, у вас левый, это люди с правым полушарием, творческие, у вас сила творческая, если у вас палец правый, есть такие люди, у кого правый палец? да, есть, да, это сила мысли рациональная, логическая, это ваша сильная сторона исключение бывает, потому что творческие, а палец по-другому может быть такой, может быть, конечно, на самом деле, но это такой один из просто вариантов, понятно, что это просто разминочное коллеги, я попрошу вас сделать, вот так перемешать, творческие и рациональные силы, перемешайте и вы зарядились на семинар, который называется борьба с возражениями у клиентов я очень рада присутствовать здесь, очень рада видеть людей, которые делают нашу жизнь более красивой, яркой, волшебной и какой-то фантастической даже, я посмотрела ваши объекты, иногда они просто поражают и очень красиво и прекрасно и в чем в чем трагедия продаж трагедия продаж часто в том бывает, что у нас есть счастье для клиента у нас есть оборудование, которое может сделать его объекты красивыми, волшебными, чудесными и фантастическими и есть клиент, которому это нужно но продаж нету и бывают такие ситуации? бывают и скажите, пожалуйста, чья это ответственность, что вот ему нужно это то, что у нас есть и у нас это есть, но он не покупает, чья это ответственность? продавца, да ну или он сам козел и дурак, есть такое? нет да, конечно, коллеги, скорее всего это наша ответственность когда мы не можем донести, мы не можем рассказать, мы не можем в правильных словах рассказать в чем счастье, в чем выгода, в чем идея и понятно, что это наша такая ответственность если мы берем на себя ответственность, то тогда мы можем с этим что-то делать если мы говорим, что клиент козел дурак, идиот, неадекват то там еще бывает по списку, да то в общем, как бы, ну, он такой плохой и сделать еще нельзя ну вот недавно мне мой клиент, генеральный директор крупной компании, рассказал такой случай он говорит, представляешь, вот звонит мне финансовый консультант и предлагает сотрудничество и рассказывает, какая наша компания чудесная какие мы хорошие, какие замечательные я так все внимательно слушаю и потом его спрашиваю, ну, скажите, пожалуйста скажите, пожалуйста, а вот почему я должен с вами сотрудничать все-таки? дальше 10 секунд молчания после этого крик, fuck you и трубка кидается это реально случай это реально генеральный директор, я вам скажу, совсем не бедный и он говорит, представляешь, как мне это вообще, ну, как бы, совсем уже вот что это такое ему плохо клиенту но еще хуже продавцу да, потому что, смотрите, он дозвонился для агент-директора а мы с вами знаем, что когда занимаемся холодными звонками кто из вас холодными звонками занимается? есть такие люди? два, три, четыре, пять все, пять, человек, шесть всего шесть человек еще одного нету еще один так, коллеги, остальные остальные? пока нет у нас еще впереди все все впереди, да? пока клиенты к вам и так идут, косяками? нет, а вы как бы ждете, да? так, коллеги, ну, смотрите, это круто, да? это тогда ресурсы большие кто занимается холодными звонками знает как не просто дойти до лица, принимающего решения, да? дозвониться просто, потому что они там трубку не берут и, в общем, дозвониться он дозвонился клиент его слушает и клиент задает вопрос, который совершенно очевидно почему я должен все бросить и начать с тобой сотрудничать? ну, ведь это у каждого из нас в роли клиента такой вопрос, да? что я получу, если я заплачу те деньги, которые от меня хочешь? что я получу, если сделаю так, как ты хочешь? и наш боец не подготовился он не знает ответа на этот вопрос вот, коллеги, как это не прискорбно бывает часто мы не очень знаем ответы на этот вопрос а ведь это ключевой вопрос в чем счастье от того, что ты сделаешь, как я хочу? поэтому все полтора часа мы будем крутиться вокруг этого момента это ключевая вещь и я Ася Барышева тренер и консультант я работаю в продаже 18 лет уже я совершенно точно знаю, что если продавец правильно рассказывает и правильно открывает глаза клиенту самому козлу, самому неадекватному, самому ужасному то вот этот неадекватный козел он начинает сначала кивать потом он как-то включается в процесс потом он начинает обсуждать и там смотришь, а он становится уже какой-то нормальный человек и меняется его ситуация и меняется он по-другому начинает с тобой общаться, по-другому разговаривать и продажи возрастают я это совершенно точно знаю потому что у меня есть проекты длительные проекты, которые направлены на то, чтобы мы повышали продажи но сделать это непросто потому что в длительных проектах, когда, например, мы слушаем телефонные звонки, которые люди делают и люди сами слышат телефонные звонки то они говорят, боже мой, это не я я так не говорил боже мой, зачем же я здесь сказал боже мой, почему я здесь забыл ой, а здесь надо было вопрос задать ой, а вот здесь надо было про это сказать и получается, что ну, такая парадокс, да что продажи вроде простая вещь у нас есть счастье, просто надо клиенту про это рассказать но сделать это не так просто как показывает практика как, ну, какие-то сложные моменты есть поэтому, коллеги, предлагаю полтора часа нам не просто рассказать про какие-то вещи, которые ну, наверняка вы знаете, используете, я уверена а потренироваться как вы на это смотрите? на небольшую тренировку положительно, какой-то самый смелый человек очень тихо сказал так, остальные готовы потренироваться? так, кивают люди конечно, готовы, мы с вами там пришли давайте, да, ну, задачи будут не такие прям сложные но если они будут сложные, мы с вами скажем, да, фигня все, тренироваться не будем ну, а на самом деле, я думаю, что ну, задача подумать про своих клиентов, про свои ситуации и еще раз подумать, какие приемы мы могли бы использовать, чтобы продажи были у вас хорошие и, коллеги, у меня есть 4 книжки за все 18 лет работы я написала 4 книжки одна из них «Как продать слона» и, замуж, кто-то читал эту книжку есть люди, да? есть, да? вы читали? кто-то не читал коллеги, книга издана тиражом больше чем 150 тысяч экземпляров в Латвии, Литве, Болгарии болгарский слон друг русского слона и эта книжка в приз самым активным участником ну, просто, чтобы у вас еще был дополнительный также у меня есть книжки «Продажи на взлете» «Продажи по взрослому» для руководителей по управлению продаж и «Мотивация» это тоже для руководителей как усиливать мотивацию «Милости просим» ну, пожалуйста, буду рада, если книжки вам помогут что мешает нам работать с сомнениями? ну, мне кажется, это три какие-то основные вещи, которые мешают первое, мы не знаем в чем счастье клиента в чем могу выдать вот скажите, пожалуйста, что должен был сказать продавец, когда клиент его спрашивает ну, и что мне с этого? почему я должен с тобой сотрудничать? что он должен был сказать? то, что он хочет услышать ну, что он хочет услышать у вас есть разговора уже нет золотой формы вот это вы звоните клиент вы говорите я продаю вам светильник здорово мне зачем это экологически чистый продукт вам будет здорово может, ему это вообще не нужно а может быть не нужно нет разницы соответственно, профессионального разговора вы должны понять что ему ну, технически вот в этом случае если финансовые услуги продаем ну, какие ходы у него должны были быть? ну, не факию уже правильно? факию все-таки это это то, что он может ему, ничего не делая увеличить, да свой доход я вам помогу ничего не делайте а доход растет да ну, например я буду работать за вас и я буду работать за вас расход какой еще был бы ход? какая-то своя выгода должна быть? я проанализировал в вашей компании есть такая-то там ситуация финансовая и я примерно посчитала что где-нибудь там 13 процентов доходности вы получите но мне надо это с вами обсудить действительно ли это 13 процентов? два еще вариант какой? я экономлю ваше время я экономлю ваше время давайте, чтобы сэкономить ваше время пять минут четко у меня то есть три вопроса и мы поймем какая выгода будет я экономлю ваше время так, что еще какой может быть ходом? я вам деньги экономлю да, я экономлю деньги вопрос сколько сэкономите? надо посчитать надо посчитать давайте посчитаем сколько это получится ну а коллеги а еще ходы какие могут быть? вопрос можно было задать? а? получите новые знания вы получите новые знания новые инструменты а еще ход какой-то можно было использовать? давайте я задам вам вопросы чтобы понять какая у вас ситуация пример можно рассказать а вот Иван Иванович генеральный директор он сейчас на Мальдивах живет ничего не делает я хочу, чтобы вы тоже так делали ну смотрите ходы действительно вот вы говорите никогда не угадаешь множество вариантов да? но чтобы были множество вариантов нам надо с вами понимать эти варианты да? у нас должны быть они в голове не то, что у нас один вариант я ему все скажу он дальше скажет все, я готов встречаться и все у меня отличные продажи а если он говорит а что я должен ну почему я должен купить а мы уже и не знаем что ответить там? вообще-то множество вариантов и все они должны быть про счастье и про счастье я вас спрошу в чем счастье от того от вашей работы клиенту второе мы не можем перевести счастье для клиента скажите пожалуйста в чем счастье от того, что у вас не будет паразитной засветки? в чем счастье для клиента? у вас не будет паразитной засветки я прочитала такого что? в чем счастье? или это уже счастье? окна не светит спать спокойнее высыпаешься плодопорные работы куча всего да, смотрите много вариантов в окна не светит например спите спокойно вот это выгода совершенно точная согласна да но могут быть еще варианты выгоды могут быть разные и для разного клиента для одного выгода что может спать спокойно это выгода а для другого выгода экономия а для третьего выгода ну не знаю красота до третьего ну еще какие-то вещи да, про которые вы знаете и вопрос же еще в том чтобы из этих выгод которые потенциально есть даже вот в маленькой такой детали нам подобрать именно тот аргумент который сработает на клиента что вы будете спать спокойно это круто это выгода а и вот это очень важный вопрос технически как это сделать мы про это поговорим как это переводить ну и мы часто не можем говорить на языке клиента например скажите пожалуйста если клиент нас спрашивает действительно ли вы гарантируете что все так и будет как вы хотите как мы должны ответить да я зуб даю все будет чики-пики мы можем предоставить отзывы трех крупнейших подрядчиков Европы давайте еще раз все посчитаем второй третий все три все три сколько для разных клиентов вы выигрываете да для разных клиентов совершенно может быть разный ответ потому что для кого-то это может быть первая фраза эмоциональная а для кого-то она вообще убийственная и не подходит для кого-то вторая фраза да для кого-то третья и коллеги вот это в этом еще сложность да что нам надо понять какие у нас есть инструменты из них выбрать именно то что подходит данной ситуации вот все еще более усложняется поэтому если бы это было все так просто мы бы здесь с вами не сидели да и все было бы просто на самом деле задача с одной стороны простая а с другой стороны вообще не простая и сложная поэтому давайте мы подумаем что бы могло нам помочь что помогает ну вот масса есть вариантов работы с сомнениями и возражениями но у нас полтора часа всего поэтому мне хотелось бы сосредоточиться на семи принципах на семи приемах первое это выгоды мы должны говорить о том счастье которое клиент получит и у вас есть методические материалы стране вы смотрите пожалуйста делайте там какие-то пометки да там написано мы должны счастье переводить в цифры сколько в граммах да я звоню вам чтобы вы заработали денег но сколько сколько это да это должна быть четкая цифра мы должны усиливать выгоды примерами и вопрос как эти примеры сказать мы должны задавать вопросы это что за вопросы такие это метод согласись и опровергни добрый старый метод ну мы про него потренируемся очень важно чтобы у нас было наглядное это наглядно выглядело и все это укладывается в таблицу сравнительного анализа это мощный инструмент для подготовки и мне хотелось бы чтобы вы посмотрели на этот инструмент и может быть кто-то из вас смог бы его использовать в реальной работе со своими клиентами согласны про это поработать про эти приемы хорошо это вы какие-то тихие почему тихие такие после обеда хорошо коллеги смотрите ну вот у нас есть клиент так чтобы более прицельно у нас есть Петр Петрович Кравцов генеральный директор строительной компании Кравцов хочет получить крупный заказ на строительство торгового центра общей площади 5000 км 5000 квадратных метров ведет переговоры с владельцем никогда не занимался светотехникой однако сейчас в штате есть Семенов молодой толковый специалист которому Кравцов доверяет Семенов реализовал модные бюджетные проекты три шестерки на китайском оборудовании требования владельца такого бы центра с которым Кравцов ведет переговоры должно быть необычное освещение которое бы привлекало клиентов также нужна возможность менять цветовую гамму освещения в праздничные дни Петр Петрович Кравцов нацелен на экономию и склоняется к китайскому оборудованию уверен что Семенов предложит дешевое оригинальное решение однако решил рассмотреть варианты которые есть на рынке чтобы быть уверенным в своем выборе хотел бы нормально заработать на строительстве торгового центра и под курсом самостоятельно выполнять работы по наружному освещению любит голливудское кино Стива Джобса песни Макаревича Каньяк и Жнуау вот у нас есть такая предварительная информация скажите пожалуйста что мы должны сделать чтобы продать наши услуги когда в голове у клиента есть некое понимание что китайское оборудование дешевое и хорошее есть кто-то на кого он уже нацелен и вроде доверяет ему ну и вот вроде готов он встретиться но в голове стойкое что хочу дешево не хочу тратить больше что мы должны сделать чтобы продать ему наше оборудование познакомиться с женой Аллой так познакомиться с женой Аллой красный а если ревнивый но если девушка то нормально так для мужчин если ревнивый не супер так что еще можно объяснить что на рынке подобные продукции делается понимание хорошей позиции по цене если сравнивать со вселитарным освещением освещение значит китайского производителя оно примерно согласится по цене к более дорогим аналогам соотношения да соотношение посмотри да ну тогда надо четкие цифры привести да все что это да четко в цифрах надо подготовиться так и оказывается тогда в голове у меня как у Петра Петровича может и ничего ребята может и не так дорого берут два какой еще ход обсудить риски которые связаны с китайским обсудить риски да что это за риски будут какие про что вы будете говорить риски выход из строя какие сроки будут на допустим реализацию да да я конечно это внимательно слушаю если вы все это оцифровывать посмотрим сколько это будет вам стоит посмотрим сколько это вы будете на переоснащение потратить надежно не лучше ли сразу дальше переплаты давайте давайте сравним да отлично да вы все это оцифровываете риски мои действительно я про это не думала так что еще какой ход экономия времени экономия времени это что значит Петр Петрович потратил кучу времени на замену китайского брака на замену китайского брака и вы расскажите сколько времени а мое время время компании это стоит тоже если вы перейдете это в цифры понятно что это логистика логистика долго еще ждать долго брак меня долго ждать долго брак меня в это время торговый центр не освещен он половина не светит уже и мне мой заказчик говорит ты чё с ума сошел Петрович я тебе думал ты мне нормальный свет сделаешь а у меня как бы ничего не светит да репутация репутация репутационная еще есть риски да смотрите мы видели что он хотел бы на этом зарабатывать и дальше эту тему продвигать да у макаревича дача у макаревича что взять дача дача освещена а чем чем освещена дача у макаревича вы ход отличный да прийти в парике макаревича так с гитарой и начинать петь и с женой это было бы сильно да вас бы запомнили стопроцентно да делаем очень просто человек занимается строительством он понимает что дешево и качественно не бывает говорим об этом дальше на айфоне включаем макаревича пьем коньяк так вещь отличная включаем макаревича пьем коньяк мне нравится но мне не нравится первая часть когда вы говорите дешево и качественно не бывает я думаю что все поставщики которые перед нами пришли они тоже то же самое говорят он не подожди полна генеральный компания он хочет светить тачку дешево не получится ну это понятная вещь но что дальше за этим да что значит не дешево понятие абстрактное дешево понять абстрактное да так у человека он же не профессионал в этой области и у него как вот по как бы связано видно что у него есть четкое представление что он будет делать ему нужно спросить просто про плановое действие как и поселить ну просто выяснить что здесь что с чем не складывается и поселить просто вот эту вот искорку сомнения в его самое главное чтобы его сбить чтобы его сбить с этого пути и сказать что это не единственный верный путь который когда вы меня включаете в переговоры да я начинаю рассказывать то я начинаю вам доверять и у вас есть возможность влиять на меня и когда вы не говорите ну Петр Петрович вот это то прекрасно да и как только он усомнится в чем надеюсь он включает друг друга ну да а смотрите а вот здесь то у нас риски с вами да а здесь то мы с вами потеряем деньги и я прям начинаю кивать и вот уже у меня в голове что-то меняется вопросы задавать конечно очень важный такой механизм можно сказать ему расчеты просто вы знаете я посчитал и про что эти расчеты будут те же свои технические расчеты на примере китайского оборудования например сравнение я уверен что на интеллете можно намного лучше ярче сделать проект чем на любом китайском оборудовании ну как правило я возможно могу ошибаться он вообще собственник здания нет который он хочет осветить но его клиент собственных владельца 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 его экономия пойдет в доход в карман да смотрите если вы про это говорите да что вы говорите что дорого да с первого взгляда но на самом деле смотрим какая экономия дальше стройки окупаемости стройки окупаемости что арендаторы не правда что они платят именно за освещение правильно он не фиксирован только тариф ну арендаторы скорее всего да они не платят за освещение да скорее всего это просто какая-то стройки у вас металлический материал кто сидит сзади не у всех есть да можно потом попросить еще четвертая и пятая страничка книги пример таблицы сравнительного анализа вот мне хотелось бы чтобы эту таблицу сравнительного анализа вы использовали для переговоров в левом столбце мы с вами пишем те критерии по которым клиент наш конкретный клиент производит сравнение с какими-то там нашими конкуренциями и очень важно что эти критерии те которые связаны с выгодами клиента и выгодами конкретного клиента дальше в средних столбцах это некие цифры сравнение с точки зрения рынка или с точки зрения клиента по 10-балльной системе оценивается каждый критерий и в правом столбце справа некие аргументы которые мы могли бы озвучивать на переговорах вот эта таблица очень такой важный инструмент но понятно что здесь некий такой ну пример как пример да приведена данная таблица и понятно что под каждого клиента она не работает задача будет своего клиента сделать свою таблицу которая была для нас рабочим инструментом поэтому сейчас все приемы которые мы будем разбирать мы с вами в конце на то должны свести в некую такую общую таблицу и у вас должна быть некая последовательная технология которую вы могли бы использовать в переговорах смотрите почему значит таблица важна для нас в первую очередь потому что клиент когда принимает неправильное решение он в сумеречном состоянии это сужение сознания и клиент наш петр петрович скорее всего что у него в голове мусор всякий да но кроме мусора у него в голове бюджет и бюджет это наша компания качественная там оборудование световое это 5 баллов только а китайская десятка потому что экономная и смотрите если у него вот это сумеречное сознание вот такое вот такой бюджет остается если мы его никак не меняем то все остается по-прежнему и он может быть очень вежливым он скажет спасибо что пришли прекрасно что позвонили очень вы отличные ребята я вас помню замечательно но нет бывают у вас такие клиенты когда в глазах стекло когда они глупые решения принимают но они полностью уверен что они молодцы а? Холоднокровно? прям хочется их убить на этом месте бывает у вас такого? бывает да а убивать мы их не можем потому что хотя зря иногда запрещено да ну и тогда у нас должны быть какие-то другие инструменты воздействия значит смотрите сумеречное состояние это самое ужасное в работе сомнений значит что может раздвинуть сумеречное состояние расширить сознание очень важная вещь она ключевая в продажах что всегда когда мы находимся в роли клиента мы с вами смотрим цену и то счастье которое мы получим сколько я должен заплатить за то чтобы получить счастье если счастье очень непонятное такое аморфное там просто это качественный товар по хорошей цене хорошее соотношение цена-качество это не про счастье это вот эта монотонная фигня которая никого не цепляет ничего не задевает просто качественный товар или там мы хорошая компания мы лидеры рынка это тоже не про счастье она тоже не задевает поэтому очень важно понять что будет счастьем когда вы мне говорите смотри сколько ты сэкономишь когда будешь обслуживать счастье немножко увеличивать я думаю да цена не большая когда вы мне говорите более ярко и красиво и твой клиент будет счастлив и давай посмотрим как это будет выглядеть счастье тоже раз немножко увеличивается и цена становится не такой значительной поэтому очень важно что мы с вами должны понимать в чем цена счастья клиента которую мы хотели бы предложить поэтому коллеги и просьба к вам скажите пожалуйста вопрос к вам что вы продаете откройте пожалуйста первую страничку первую страничку и там есть типовые выгоды которые в в в битуби продажах работают я вас попрошу вычеркните пожалуйста пять основных выгод которые вы видите мы продаем с вами когда работаем со световым оборудованием проекты что это за счастье и來了 и может быть там нет каких-то выгод того счастья которые вы продаете тогда и вы добавьте 5 каких-то вещей это 5 типов счастья которые вы продаете zoning сейчас бизнес есть еще личные выгоды понятны а что сейчас бизнес на бизнес проекте а Спасибо. Эффективность конструкции, длительность работы, долгосрочность, два выгода. Эффективность чего? Эффективность – это не счастье, это не способ. А что это счастье в моих терминах? Нет, мы ее не убираем, только ее переозвучить. Во что это? В затратах тех же, да? Такая же красота, но за меньшие деньги. Правильно я понимаю? Очень красиво, но мало стоит. Получает то же самое, но мало. Эффективность, да. Просто она по другому слушает. Подобранная диаграмма, какое-то волшебство, вот она, да, фактически, которая дает этот имидж. Если я владею торгового центра, это же круто, потому что все, какой торговый центр, они прямо идут, идут, идут ко мне. Это работает на меня. И вы мне помогаете заработать. Ну вот с помощью такого волшебного света, красивого, яркого, с помощью того, что меняются разные типы освещений, да. Визуальный эффект, правильно? Красота. А как это называется? Эстетика. Эстетика, да, эстетика? Привлекательность, индивидуальность, эстетика, да. Гарантийность. Что такое гарантийность? Гарантийный срок, коллеги, это не счастье, это только условия, а счастье от гарантийного срока в чем? безопасность безопасность и экономия времени и экономиза на то же самое реже менять это то же самое это удобно и коммунно более посмотрите коллеги это очень важная вещь потому что когда мы говорим что просто там качественный товар по хорошей цене эффективный это до воздух лет не доходу в суммешном состоянии но когда мы говорим за счет этой эффективности какие-то будут решения что ты будешь вообще уникальный объект только у тебя или что я компания после этого объекта будет какой сильный плюс еще ты экономишь сколько вы считаете я прям суммешно создать немножечко так хорошо ничего так подумать поэтому коллеги переформулируем да условия выгоды вот это такой очень важный момент получение прибыли еще что это можно мотивировать чем если это то же сам если у тебя есть качественная грамотная подсветка она играет на человека он придет туда потратить свои деньги за это попадает в категорию привлекательность конечно важно да смотрите а если вы еще цифруете например если у вас есть сравнение количество трудящихся которых приходит не освещенный плохо освещенный бизнес-центр и количество трудящихся которые ходят в красивый да но близкий человека он себя чувствует там хорошо там где красиво причем освещение это же не то что нерациональные вещи они эмоциональны очень и действительно людей это тянет и но они не могут пройти мне нужно еще фильме так как это не разок не работают согласно что не ровно а а а а а и это Петрович, мы тебе сделаем, конечно, освещение, хорошее, но посмотри, чем ты торгуешь, куфло полное, поэтому сейчас я не это не делаю. Если у тебя там ничего нет, у тебя продажа, понятно, что там масса вариантов всяких, очень много всего, да, то есть, но мы ему можем помочь со светом, правильно? Если у него нормальный товар, нормальное место положения, свет крутой, то люди будут ездить, делаю неприятно, и это действительно проблема. Если будет выделяться, то все равно придут и что-то купят. В любом случае, просто так не будет. Мы можем увеличить посещаемость, но не продать. Да. А мы аркетинг-другой ход, значит, что вы работаете, вы работаете, значит, посещаемость. Конечно, ну, коллеги, да, смотрите, понятно, что мы не можем сказать, что вот прям у тебя на 13% продажа будет стоить. Как минимум тот же самый хоккорс работает. Ну, поток, чуть больше поток, пусть это будет на 5% поток. Но извините меня, на 5% где их сейчас взять в кризисе? Плюс 5% кто еще? Что принято рассказывает? Жизненные реалии? Жизненные реалии не продажа. Можно чуть-чуть приукрасить, правда? Плюс каким-то цифрам добавить такие вещи, как там вот получится посещаемость. Мы не будем это просчитывать, да, и у нас это не просчитать. Ну, в принципе, это возможно. Может быть и нет, конечно, но возможно. Смотрите, вот коллеги, это очень важный момент, то, что вы сейчас говорите. Смотрите, это крайне важная вещь, потому что вопрос тогда, что мы продаем. Если мы продаем получение прибыли, то мы должны за это отвечать. Да. Как это работает? И эта тема такая вот, знаете, она касается очень многих вещей, которые не ощутимы. Вот, например, по рекламщике очень часто они говорят, ну, а мы что, мы продаем рекламу. И когда клиенты им говорят, а сколько я с этого получил, мы не знаем. Ну, и тогда клиенты говорят, ну, ты не буду я тебя покупать, раз ты не знаешь. Поэтому вопрос, это надо оцифровать, оно должно быть понимание. Некое понимание. Допустим, это будет на уровне, ну, я не знаю, там, был объект не очень освещенный, была такая вот посещаемость. Стал лучше освещение, посещаемость там на 3,5% увеличилась. И это будут уже некие ориентиры. Пусть это будет некое такое научное исследование, что за счет света, там, привлекательность объекта вырастает настолько-то. Но вы должны владеть. Даже если вы не говорите про посещаемость увеличивается, но не переводите это в некие цифры, и, соответственно, голословно нет. Было лучше, насколько посетители из них 80? Сказал, что им нравится? Например, это может быть... Я зашел из-за красивых... Это может быть запрос, например, да, что очень нравится. Ну, коллеги, я помню, просто сто лет назад это было... Руководитель от торгового центра рассказывал, что у него посещаемость очень сильно увеличилась, когда просто двери там были такие разъезжались, и все приезжали смотреть, как эти двери разъезжаются. Это было сто лет назад. Конечно, сейчас уже этим никого не удивишь, но освещение-то разное, да, и у вас решения разные бывают, и это тоже некий плюс в копилке. Поэтому мы должны с вами понимать, если счастье есть, мы должны про него сказать, мы должны это оцифровать, и мы должны это донести до мозга клиента. И, коллеги, если возвращаемся к нашему клиенту Петру Петровичу, то какую выгоду вы можете получить? Я попрошу вас внизу, напишите фразу. Если вы будете с нами сотрудничать, то... И допишите, в чем счастье будет. Что это за счастье? Это правило такое предложение, переформулированное предложение в счастье клиента. Если вы будете с нами сотрудничать, то в чем счастье? Напишите эту фразу, пожалуйста. Это один из приемов, который связывает наше предложение со счастьем клиента. Причем там не должно быть качественного, хорошего товара, потому что это не счастье, правильно, да? Это должно быть переформулировано. Там не должно быть гарантий, потому что гарантии должны быть переформулированы. Там не должно быть просто эффективного решения. Это просто условие. Условие для такого счастья. Пишите, пожалуйста. Пожалуйста. О Chef dependence. Диастовая губка Star Сунинпля. Готовое предстоящие. Там не очень скjidad, наверное. Стависом? Девочки. Пожалуйста. Девочки. Хайне Миш动. Там очень очень сквозь, которую выFunцируете, как можно ееthree видеть. Девочку строить и документах. У вас нет страничек, да? Нет. Ну, это у меня уже зависит, что такое. Вы можете поделиться. Так, коллеги, написали? Какие варианты есть? Просто подходы. Мы увеличим вашу прибыль. Если вы будете сотрудничать, мы увеличим вашу прибыль. Давайте посмотрим, как это будет. По сути, каждое из действий, оно привлечет к какому-то увеличению прибыли. Мы увеличим вашу прибыль. Давайте посмотрим, как это будет. Принимается. Хороший вопрос. Еще? Фразу. Как это подключить? Если вы хотите заключить, то ваши затраты на интернете, на инфекцию, на инфекцию, на инфекцию, на инфекцию, на инфекцию сократятся во столько-то раз. Сократятся во столько-то раз. Давайте посчитаем, почему это цифры правильные. Ход хороший, без счастья, в виде экономии. Мне продаете так. Какой еще вариант? Я бы сказал, что часть его в том, что мы можем подойти ему индивидуальность. Мы разработаем проект полностью о здании. Соответственно, можем сделать это все под ключ. Соответственно, уже дальше можно говорить о том, что это поведет за собой экономия. Это снимет с него головную мощь. Смотрите, вот очень правильный ход, потому что, смотрите, если мы посмотрим на нашего клиента, да? Где вы не владеете стартового центра, должно быть необычное освещение, которое привлекало бы клиентов, да? Индивидуальное решение – это то, что нужно. Но индивидуальное решение – это не счастье пока. Это просто условие индивидуальное решение. Разверните его в счастье. Мы пришли к вам, чтобы сделать индивидуальное решение, которое что? В чем счастье? Которое что даст? Сделать ваш объект эксклюзивным, наступление индивидуальное решение, сделать его, чтобы выделить на фоне общей среды. Выделить на фоне среды, привлечить клиента, сделать более престиж, сделать более ярким, да? Как это сказать? Я это называю индивидуальным. Вы это называете индивидуальным, но это непонятно. Сумеречное сознание мне остается. Индивидуальное решение – это как бы все-все. Я просто дальше мысль не расширял. Вот так можно сказать, что, конечно, выделить его бизнес-центр, если он банальный, конечно, коробка, выделить его из череды спального района. Из череды спального района? Сделать светлое место, я не знаю. Там вешать можно на уши, чего угодно. Нет, ну это по факту, ребята. Ну, смотрите, вешать на уши – это же, как бы, с одной стороны, правильно вешать на уши, а с другой стороны, это же нет, ну, реально, с ради чего он это покупает, да? Он действительно хотел бы выделить свою коробку дурацкую, да, среди спального района, чтобы она была более привлекательной, интересной, чтобы люди ходили туда. Если вы про это говорите, ядко. Сложно как-то говорить, потому что нет критерий. Ну, понятно, да, это у нас такие узкие сейчас варианты, но мы тренируемся, коллеги, вот смотрите, сейчас обращаю ваше внимание, это вот самая ключевая вещь, потому что мы настолько с вами в роли продавцов зациклены, мы говорим, это качественное решение, это эффективное решение. И что у нас с этого? Потому что все 10 человек, которые приходили, они все говорят, качественное решение, хорошие цены, индивидуальное решение, мы гибкие, мы чудесные, и он сидит вот с этим сумичным сознанием. Поэтому, коллеги, вот очень важно это бешение на лапши, как вы называете, усилить, да, потому что это действительно способ показать индивидуальное решение, которое позволит вам максимально привлекательно дурацкую вашу коробку выделить, наконец. Вы 10 лет ничего не продаете, мы к вам пришли, и, наконец, она вас может что-то будет продавать. И тогда мне понятно, ради чего вы здесь вот. Это такая очень важность для человечек. Я считаю, что здесь, ну, не самое главное, мы сейчас обсуждаем, но по факту мы не были по крепости, только нет. Здесь были слова о том, что дешево, да, тот, что тебе легко. На самом деле здесь нет каких-то конкретных типов дешевых, да, может быть, для него понятие дешевых, что самое, а с нашим оборудованием будет по цену, да. Может быть, для него важно, чтобы это было экологично, да, помимо того, что это было красиво. Да, да, да. Здесь самое главное, на самом деле, мы не выберем это ваше. Конечно, да, коллеги, это совершенно по-просто �店на, пока это маленькая такая информация, то мы совершенно по-присоединяемся. И стратегия какая ваших переговоров, чтобы из этой маленькой информации понять, что он хочет, какая стратегия, что надо делать. Вопросы задавать. Вопросы задавать. Конечно, да, мы обжитьääто правилку по-русу. Конечно, мы против проговорим вопросы, совершенно классные вещи, очень важные. Да, совершенно согласна. Это последняя комментария. Ну, учитывая то, что он представлен, какая есть информация, я бы объяснила, что у него счастье это, в принципе, очень большое и огромное, что можно получить освещение как голливудского какого-нибудь. Вы, наверное, хорошо продаете это. Скажите честно. Я не знаю, не знаю, не знаю. Надо больше и лучше. Я бы ему сказала, что он получил освещение Голливуда с надежностью... Вашем дураском спальном районе, да? С надежностью Apple, да, и при этом он мог в дальнейшем уже не думать о том, что, возможно, какие-то проблемы у нас, что он может какие-то принести убытки, сидеть себе, попивать коньячок с любимой женой, и все у него будет хорошо с Аллой. Так, отлично. Да, смотрите, очень классно. Вы присоединяетесь к информации, вы используете метафоры мои, да, как голливудское кино, да, это плюс большой, очень классный ход. А у нас сейчас jobs, с кем-то, да, да, совершенно. Вы присоединяйтесь к той информации, которая есть, это очень важный ход. Можно пригласить Макаревича? Пригласить Макаревича на открытие освещения. Такой это? Ну, кстати, смотрите, коллеги, вот иногда мы думаем, чем привлечь, чем привлечь, что такое вот добавить? Это к вопросу к сервису. Если мы добавляем Макаревича плюс, вот для меня, как Петра Петровича, прям отлично, да? Вопрос, какой сервис мы можем добавить плюс к нашему предложению. Крутой ход. Ага, последний был комментарий, расскажи. На самом деле нельзя заботиться про психологию покупателя, потому что все, что это говорится, это абсолютно азы, которые, в общем, действительно каждый писарщик говорит. Если вспомнить, что Петр Петрович хочет в дальнейшем промышлять артифектурные подрядчики, то ему нужно пообещать, что он получит решение, с которым он сможет гордиться, с которым он сможет кинуть банты на любом уровне артифектурных подрядчиков. Смотрите, очень важную выгоду говорите, про которую мы еще не говорили, что если я делаю этот объект, то потом я кидаю банты всем своим заказчикам, и это мои будущие продажи фактически, да? И поэтому, что мелочиться-то, да, Петрович, давай думать, как мы сделаем такой проект, чтобы кидать банты, потом все мы, все у тебя заказывают. Как визитную карточку, да, вот и не так, хорошо, это визитная карточка ваша. Да, да, мы не забудем о том, что вы реализовывали подсветку, мы кидать банты будет он, а есть такая штука, как портфолио. И что, да, да, мы его... Ну, это просто какая-то такая непонятная штука, получается, он заказывает у нас по цвету, и мы ему продаем. Соответственно, если я ему продаю в конце этот проект, соответственно, моя компания это делала, мои визуализации, мои портфолио. А он будет кидать... Как он в дальнейшем попытается это сделать, ну, не знаю. Ну, в дальнейшем он будет также сотрудничать с тобой, если ты ему принес, помимо прибыли и всего остального, безбедного потом, скажем так, существования, он не будет менять эти китайские бранские светильники, а в дальнейшем он будет работать с тобой, и тебе это также будет приносить прибыль. Да, коллега, смотрите, это же важный очень момент, сейчас давайте последние... Смотрите, это очень важный момент, вообще в YouTube продажах мы же сами что продаем? Мы не продаем товары, там, не знаю, суля продаем, опыта, не там, не знаю, не товар, но продаем возможность быть успешным в компании. И самые лучшие продажи в YouTube, когда клиент говорит, я с ними работал, у меня успех, и у меня, да, торговый центр отличный стал, да, я с ними работал, они мне помогли сэкономить. И пусть он ради этого гордится еще вам. Ну, там просто другой посыл был, я его и парировал. И тогда, действительно, в этом выгода наша в чем? Ну, то есть, обидно, что мы сделали, а он гордится, мы в этом присоединяемся, но выгода наша, что тогда он к нам привязан, потому что, ну, мы действительно ему дарим то счастье. У нас в твоего рода есть визитная карточка, которую мы покажем, а вы видели тот торговый центр, который построил? Ну, конечно, да. Никто не запрещает включать как в свою портфорию, так и в портфорию. У него, конечно, будет портфория. Вот там бизнес-центр, а у нас в проекте. В общем, в том, что Петр Петрович хочет в дальнейшем сам реализовывать какую-то соответку. А, что он может от нас уйти, как бы приобретя опыт, да, да? Я, пожалуй, поставлю просто точку, потому что, ну, объясняет. Да, смотрите, я понимаю, это риск есть тоже. Да, он получает опыт. По сути, он в дальнейшем просто станет нашим конкурентам. Да, и, может сказать, наш конкурентам есть, коллег. А то у нас есть дилерство. Коллег, риск есть, да. Это просто другая вещь, но согласно с вами, да, есть риск. Он может получить этот опыт и дальше реализовывать, и мы умеемся. Решается другими инструментами, просто не в теме его переговоры. Так, коллеги, давайте двигаемся дальше. Смотрите, что у нас тогда получается? Если мы с вами про это поговорили, назвали, ну, вещи какие-то, которые связаны с выгодой клиента, про экономию долгосрочной, про там имидж компании, имидж объекта, про экономию надслуживания объекта, про эксклюзивное решение, там, про сроки вот мы не говорили, ну, это взято из тапочки, да? То фактически немножечко у Петра Петровича расширяется сознание. Ага, они оказываются не экономны здесь, а еще здесь, там, индивидуальные решения, которые эксклюзивные задают, а еще, там, помогу привлечь мою клиенту и так далее. И немножечко сознание расширяется. Что дальше нам надо сделать с вами? Ну, дальше нам еще надо подумать все-таки, Петр Петрович, у нас человек же, да? Не машина, кто сказал? Ну, не машина. Мы все не машина. У него есть личные выгоды. И если мы с вами вернемся на первую страничку, то посмотрите, пожалуйста, ну, это некий список личных выгод, которые в Тубе продажах бывают. Ну, потому что решение люди принимают. И подчеркните две-три выгоды, которые ваши клиенты обычно получают, как люди, да? Он, Петр Петрович, как единица гендиректора, он принимает решение. Но еще он человек, у него есть какие-то там амбиции, может быть, профессиональные. Он, там, я не знаю, устал от работы, хочет отдохнуть. Гендиректор откаты не берет, да? Ну, например, некоторые берут откаты. Он сам не берет, он просит своих подчиненных. Взять. В него. Взять. Отказывали, дайте, пожалуйста, Сергей Сергеевич, да? В копилочку. В копилочку, да. Вот. И получается, это тоже очень важный момент в продажах, да? Потому что почему это работает, что мы оделись макаревичем, это работает. К чему работает, что там любимый коньяк подарили? Потому что это общение с человеком, это уже не по продажам, в любви продажи, да, а у них величный контакт. И, коллега, скажите, пожалуйста, если возвращаемся к нашему Петру Петровичу, то, скорее всего, какой у него личный интерес здесь будет? Ну, из этой небольшой информации, которая у нас есть. Удовольствие, престиж. Али, да, сделать хороший классный объект. Самовыражение. Самовыражение, может быть, да. У них я не знаю. Али, которая будет проводить свободно, когда я справляю. Да? Вы думаете? Только нечек. Ничего, чтобы можно Али попасть. Аллышка. Аллышка сказала, какой ты у меня вообще. Ну да, смотрите, коллеги, ну вот здесь явно просматривается возможность сделать такое интересное амбициозное решение. Ну, может быть, еще и другие вещи, да. Про Аллу, про которые вы говорите. Это вопрос. Вопрос. А может, там еще какие-то есть выгодности, потому что вопросы мы бы это выяснили. Тогда, коллеги, смотрите, если мы возвращаемся к нашей табличке, которую мы делали перед авторами, нам надо дописать еще какой-то пункт. лично подпишите это, что очень важны критерии, это какие-то личные интересы нашего человека, с которым мы ведем переговоры. Ну, а если кто Атката давит, есть такие, кто Атката давит? Нет. Они не говорят. Они не говорят. Что, все честные? Ныкаются. Ныкаются. Не знаю, важно, что это даем. Ну, коллеги, да, вы Аткатчики, как бы, ну, к сожалению, такой рынок, да, это как бы, ну, а это вам. Да, и это вот, ну, самое главное может бывать, вот этот банк в конверте, там, или А у нас хорошие бонусы. То есть, понятно, что для Атката, например, все вот эти верхние вещи, они сужаются, да, но все личные какие-то, его счастье только личное, да, оно противоречит там интересной компании. Поэтому, смотрите, табличка будет разной, да, табличка будет разной. Да, тогда это приятное дополнение было, не на самом первом месте. Бывает, что не на самом первом месте, а бывает, что им это вообще не нужно, да? Бывают люди, для которых, на самом деле, все это очень важно, но последние, например, скажут, а, кстати, Макареич еще придет на открытие. Я прям вау, потому что вы попали в мое счастье. Да, я его люблю. Да, я чувствую, что откат, конечно. Ну, конечно. Ну, кому не нравится слово откат, можно называть его агентские. Или скидышкой. Ну, мне не нравится слово откат, да, но я понимаю, что некоторые рынки здорово порукированы, к сожалению, иногда продать же невозможно. Хотя я знаю компании, которые от этого отказались, и мы прекрасно себя чувствуем. Так, коллеги, смотрите, тогда получается, что очень важно нам перевести, ну, добавить еще личные выгоды. И это у нас тогда будет делать столбик такой, когда мы готовимся к переговорам, мы выписываем примерно критерии, которые будут в голове клиента, про которые нам надо будет с ним обговорить, про которые можно задать вопросы, ну, или про которые надо будет придумать какие-то аргументы. Так, коллеги, ну, смотрите, просто так сказать про счастье, получается, это мало, да? Потому что, когда мы говорим, это только получите прибыль, это, конечно, хорошо, но сколько в граммах? Вы получите усиленный поток, но если это не оцифрованно, то сколько в граммах? Ну, привести какую-то свою статистику. Какую свою статистику? Да, вот очень важно, очень важный пример, да, вот здесь как раз ваша компетенция очень важна, в каких цифрах, в каких критериях про это надо сказать более четко. И если ты будешь работать с конкурентами, ну, в данном случае у нас китайцами, то какая у тебя будет экономия, какая будет это, что ты получишь? Вот это три цифра. Если они правильные логичные, то о чем думать? Ну, это понятно, что, знаете, вот только науне теории такое это так просто, а в практике понятно, что все далеко не просто. Очень много всего, очень много разных фюансов, очень нельзя об этом в одну цифру перевести. Но мы должны стремиться к тому, чтобы отцифровать то, что можно. Поэтому, коллеги, вот смотрите, у нашего клиента есть выгода сэкономить за тракт. Поэтому скажите, пожалуйста, на уровне переговоров, какие бы мы аргументы использовали, используя выгоду плюс цифру, чтобы донести до него ту экономию, которую он получит? Какие бы это могли быть аргументы? Монтажная работа. Монтажная работа, да. А давайте с вами посмотрим, сколько вы сэкономите на монтажных работах. Срок окупаемости. Срок окупаемости. Срок окупаемости. Много вариантов. Смотрите, одно из таких приемов хороших, которые работают, что с первого взгляда дорого. А на самом деле недорого, потому что вы экономите. И дальше один из вариантов – это долгосрочный перспектив, который у нас сейчас. Срок окупаемости, сервисное обслуживание, монтажные работы. Ну или там монтажные работы отсутствуют и дополнительных затрат. И получается, что ну вот я там покупаю стул, да, и его дешевый вроде. Но сервисное обслуживание – это еще 20% его стоимости. И тогда это там х плюс 0,2х. Или я покупаю просто стул и сервисное обслуживание уже входит в стоимость. И он чуть дороже. Но на самом деле дешево с одной стороны, а на самом деле с сервисным обслуживанием не дешево ни разу. Поэтому, коллеги, я попрошу вас сейчас вот эту фразу. С первого взгляда дорого, а с другой стороны вы экономите. Давайте к приему тренируем. Вот для Петра Петровича какие здесь варианты можно использовать? В каком-то реальный цифр вы знаете. Примерно, да? С другой стороны, вы сэкономите на монтажных работах примерно столько. С другой стороны, если мы возьмем там окупаемость, то такая. С другой стороны, если возьмем сервисное обслуживание. Это все зависит от того опыта, на который у него могут быть складываются. В следующем поставщиках, когда они тратятся? Ну вот это вот надо спросить. Ну сейчас дайте цифры, напишите просто, чтобы мы приемы тренировались. С первого взгляда дорого, а на самом деле недорого. Вот эта фраза намного лучше, чем когда говорят, ну да, зато качественно. Вот качественно вообще непонятно про что. То есть эту фразу не говорить. Дорого, дорого, а на самом деле недорого. Или можно сказать дорого, потому что качественно, потому что это позволяет вам сэкономить. Пожалуйста, напишите эту фразу, чтобы мы потренировались. Вам попилась. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 100% гарантии Также можно вам баньку сользить? Баньку? Безплатно Презентка Почему банька? Дальше вместо баньки Важнусь в евро пошла дальше Он у меня сюда есть Банька, так Ну да, это праличные какие-то баноты Так Хорошо, смотрите, я спасибо Я хочу привести вам привет компании, с которой мы работали. Компания занимается отделкой штукатурных фасадов и достаточно сложно было продвигать новые отделочные материалы, поэтому мы сделали табличку сравнительного анализа, в чем штукатурный фасад более интересен для строителей, чем вентилированный фасад. И вот здесь критерия 4. Нагрузка на основание, дополненное проектирование, возвращение в дизайнерские продукты и стоимость посчитали расходов отделочных материалов на метр. Вы видите, что стоимость она различается. И примерно на один год коттедж, если разницу этой стоимости посчитать, то экономия в отделке составляла 3 миллиона рублей. Посчитали, ну, друзья, ребята это посчитали. И почему это важная очень вещь с точки зрения продаж? С точки зрения продаж это работало так, что до того, как мы это делали, продажи и алтозвонков звучали таким образом. Здравствуйте, мы компания, которая предоставляем отделочные материалы, давайте с нами сотрудничать. При условии того, что делали, чтобы сериалы качественные, хорошие были, действительно они более экономные были, клиенты говорили, ой, спасибо, что позвонили, что бы сейчас не сезон, ой, спасибо, что позвонили, что бы позвонили, что бы не хочу. Спасибо, что позвонили, ну и дальше по списку, да? Делали ползвонки, все эти отговорки знаем. Значит, мы это поменяли, но это не работает, потому что там нет счастья. Мы решили фразу начинать со счастья. И она звучала такая, что я звоню вам, чтобы помочь сэкономить 3 миллиона рублей. Ну, это ориентировочный цифр. Хорошо, а чтобы четко сказать эту цифру, мне надо с вами задать несколько вопросов. Ни один клиент не бросил трубку. Клиенты говорят, да ладно, все, ты врешь. Ну, а с этого давайте поподробнее. Я звоню вам, чтобы помочь сэкономить примерно 3 миллиона рублей. Поэтому, если мы эти цифры знаем с вами, то мы можем этим пользоваться. Да, и эти цифры сейчас прозвучают. Я звоню вам, чтобы помочь увеличить посещаемость торгового центра на 13%. Я звоню вам, чтобы помочь сэкономить на затратах подслушивания торгового центра. Я звоню вам, чтобы привлечь все СМИ на ваших торговых центрах. Я звоню вам, ну и так далее. Да, вот они, счастье сейчас есть. И смотрите, вот в этих фразах энергетики намного больше, чем просто вот это вялое. Давайте с вами сотрудничать. У нас хороший, качественный товар. Типа, вы гибкий, мы хорошие, это лабуда вся, да? Согласны? Ну, там есть одна заглотка. Потому что, если мы звоним, мы в большинстве случаев попадаем на секретаря. Пока мы не нашли контакт на лицо, которое принимает какое-то решение, мы попадаем на секретаря. Согласна, коллеги. Вот тогда вопрос вам скажите, а какое у счастья секретаря? Выгодность секретаря какая? От счастья такое, отсылайте предложение на почту. Да, нет, а от счастья какой батюшин, который сидит на телефоне? Быть значимым человеком. Быть значимым человеком раз, а еще? Вариант. Счастливой женщиной. Счастливой женщиной. Вот, коллеги, значит, одной-то отдельная речь об обхождении секретаря. Но я скажу вам пример. Я в свое время был продавец, редко встречающих продавцов, которые любят холодные звонки делать. Он обожал делать эти холодные звонки. Был самым лучшим продавцом, единственное, делал оборудование для крупнейшей компании. Все секретарям, которые он звонил, говорят, девушка, хочу вас пригласить в кино. И барышни по-разному реагировали. Некоторые говорили, там, некоторые говорили, ну, там, ракетничали. Но с ними был контакт. Вот, ну, один из способов. Потому что в этом и счастье. Но это не то, чтобы счастье, это разрыв шаблонов. Ну, смотрите, он разрыв шаблонов, но он и счастье, да, он про то, что мы что-то даем хорошее клиенту. Внимание, да, смотрите, если у нас одно и то же предложение, стандартное, одни и те же цены, нет экономии там, никакого, оно стандартное, то чем мы можем привлечь клиента? Единственный способ – это хорошее отношение личного человека, да. Поэтому продавцы, которые это усиливают, они крутые, они молодцы, делали хорошие продажи. Ну, вот еще один пример приведу, знаете, вот, просто раз вы спросили, да, прекрасный продавец, он сейчас, там, коммерческий директор крупнейшей компании, в свое время, когда он был продавцом, это бухгалтерский вынос, он приходил к клиентам, и говорят, да иди отсюда, вообще, у нас столько входит продавцов. Говорит, а если я вам спою? А если спою? Говорит, ну ладно, пой. И вот он пел барышням песни, ну и прекрасно продавал. Вот, ну, разрыв шаблона, а на самом деле он же про счастье, ну, такое личное счастье, да, когда мы что-то хорошее делаем у человека. Мне кажется, спорный. Не, понятно, что спорный, понятно, что он у тебя выгодит. Понятно, что ты можешь какие-то вещи очень хорошие делать, и тебе могут как-то, нафиг, осу. В этом смысле, работа продавца, она такая сложная. Но есть у нас много таких вариантов, которые содержат счастье такое, ну, дополнительную какую-то ценность для клиента, то какой из них будет расходить? Ну, и как только у нас с вами вот этот просчет происходит, ну, например, экономия на обслуживание объекта, сразу понимание, что мы здесь более сильные, и это уже 8 баллов, а не один, как у китайцев. И я, как Петр Петрович, у меня прям сознание, а-а-а, да, у нас экономия есть. Хорошие ребята, пожалуй, надо подумать про это. Двигаемся дальше. Следующий очень важный момент, и вы про это говорили, это пример. Когда мы выгоду усиливаем пример. Ну, например, мы не можем это в цифры перевести, да? Мы можем сказать, что вот соседний стоит торговый центр, два месяца, нет освещения, и продажи там упали, и все печальные, и вообще сидят в темноте, плачут, да? Можно же таким. Смотрите, ну, коллеги, вот это очень такая важная вещь, потому что пример, на самом деле, он содержит в себе две очень важные вещи. Это не иррациональный аргумент, что да, со мной может так и быть, и второй эмоциональный момент. И так как мы с вами не машина, как мы говорили, то мы можем это соединить. Поэтому, коллеги, обращаю ваше внимание, очень-очень важный инструмент. Но в свое время, в 90-е годы, еще там, в конце 90-х годов, я знаю компанию, которая продавала бронированные машины для, ну, таких-то там, для крутых тачек, всяких. А бронировку машины, и у них, знаете, что была целая галерея машин не бронированные, которые разбились. И когда клиент говорил, приходил покупать бронировку, и он говорил, это все прекрасно, но дорого. И он говорит, конечно, дорого, Петр Петрович. Ну, посмотрите, вот у нас был там Сергей Сергеевич, разбился. Где он сейчас, да, вот он такой, постреляли, нету. Вот там Иван Иванович тоже был хороший человек. Ой, да жизнь дорожная. Да. И все говорят, а-а-а, не нужно, а-а-а-а. Да-да-да. Вопрос-пример, да? Вечера. Поэтому очень важно, какой пример мы с вами рассказываем клиенту. И смотрите, очень важно, как это структурировается. Потому что очень часто мы примерами пользуемся продукцией всей, и вы наверняка пользуетесь, но иногда мы это не дорабатываем. Мы говорим, вот был такой клиент, он сначала там сомневался, работать его на российском оборудовании или нет. А потом перестал сомневаться, и сейчас уже с нами сотрудничает. Это хороший пример. Да, лучше указать, кто это. Да, он, в принципе, хороший, правильный, но рассказом плохо. Да? С точки зрения Голливуда рассказом очень плохо. Потому что, смотрите, эмоциональной составляющей здесь нет. Чтобы у нас была эмоциональная составляющая, очень важно. У нас должен быть главный герой, который такой же, как Иван. на той же решается, это подпишите, пожалуйста, условно говоря, это три также. Например, вот был у нас клиент, который устроил такой же крупный торговый центр. Так же хотел, например, у вас есть примеры, да? Ну, берем свой пример. Он так же хотел сэкономить. И так же был желтый ботинок, который. Это может быть какие-то любые три также. Так же мы сидели вместе, так же он коньяк был любил, так же, не знаю, рассматривал китайские вопросы. Как только эти три также я слышу, у меня происходит так называемый механизм идентификации. Ага, это про меня, похоже. Скажите, пожалуйста, про Петра Петровича. Какие это могли быть три также? Что это могло быть? Так же жилостан. Так же строили. Так же здание. Так же.